Всем доброй ночи, друзья мои. Я думаю, что пришло время дать вам такую тему для размышления. Я с вами уже много лет, последние шесть лет с чем-то, особенно активно на ютубе, за последние шесть лет были изданы мои книги, все мои 21 книга, они были изданы за последние шесть лет моей деятельности, моей работы. Хотя я этим занимаюсь больше 20 лет. Но так уж получалось, что все эти годы были испытания, трудности. Только эти шесть лет дали мне возможность добиться всего того, чего я добилась. Но некоторым и трех жизней не хватает, чтобы этого добиться, того, что я добилась за шесть лет. Я имею в виду, сколько я смогла отдать миру, сколько я смогла проделать работу. Снять, показать, издать, создать сайт и прочее, прочее. Но это не предел, это начало. Я к чему веду? К тому, что думаю, что после всего, всех этих лекций, объяснений, разъяснений, пришло время дать вам эту тему для размышления. Друзья мои, мы с вами обсуждали все силы мироздания. Откройте мою лекцию. Боги, силы, духи, души. Чтобы понять, в каком порядке в этом мире распределяется энергия, сила. Боги – это космические энергии, огромные энергетические поля. И туда входит много сущностей, много душ, много духов. И чем больше сущностей, духов и душ в распоряжении каждого бога, тем он сильнее. Именно поэтому боги очень благодарны тем, кто к ним обращается, кто обогащает их эгрегор, просит, молит, получает, усиливает их эгрегор, кто говорит о них. Многие архаические боги, не получая подпитки тысячелетиями, ушли. Ушли в недра хаоса и ждут своего часа. Многих богов мы с вами вернули в наше время, усилили их эгрегор, их энергетическое поле. И в благодарность за это боги начали нам помогать и давать нам то, что мы просим. Ну, например, мы обновили культ Фортуны. Мы вспомнили об этнических богах, обращении к богам Вуду, к закавказским богам, к славянским богам. Но хочу сказать, что, например, закавказские боги, они более-менее имеют свой эгрегор, потому что все же в народе сохранились сказания, предания, о них говорят, напоминают. То есть у них есть определенный эгрегор памяти о них. Славянские боги еще сильнее в данный момент, потому что возвращение к неоязычеству и прочее тоже усиливает культ славянских богов, более чем закавказских богов. То есть вы понимаете, о чем речь. Говорить о них, праздновать праздники, обращаться к ним, благодарить их, помнить их, то есть все время подпитывать их эгрегор энергией, что значит обновить их энергетическое поле, подпитывать, то есть воскрешать и поставить силу богов и вернуть, постепенно возвращать к нам. Вот так возвращаются боги. Не просто в один момент все решили, что теперь надо славянским богам поклоняться, и вот они пришли. Нет. Им нужно обогащение постепенно. наше жертва в виде отдавания нашей энергии, части энергии. Хочу попросить, чтобы вы посмотрели «Добро и зло» мою лекцию, «Плата за удачу», «Ты раб или свободный», «Древо богов и дьявола», «Диволическое древо», «Как демоны становились богами». Посмотрите это все, чтобы понять, как получается, что у каких-то культур, скажем так, лилит деволица, а где-то она богиня. А как получилось, что богиня становится деволицей, как, например, Астарта, а деволицу где-то почитают, как богиню. Почему так происходило? Что тому причина? Кто такой Яхвы? Искусственные Грегоры? Это все нужно посмотреть, чтобы понять. Не только ритуалы и заговоры меняют вашу жизнь, но еще ваше мировоззрение, ваше отношение ко всему. Когда вы поймете, из чего состоит мироздание, у меня есть мироздание, устройство мироздания, полная лекция. Бог существует. Почему бог меня не слышит? Вот когда это все посмотрите, вам станет спокойнее на душе, потому что вы найдете ответы на очень многие вопросы, которые вас мучили всю жизнь, и вы не могли логически объяснить себе это. опасность церкви. В Библии обсудим первая часть, вторая часть. Посмотрите это все, изучите это все, это нужно вам, чтобы понять, зачем вы пришли в этот мир, для чего, у кого, какая миссия. Теперь, помните, апостол Павел сказал, по плодам их и узнайте их. Это касалось людей. Библия очень многое взяла, естественно, из народного творчества, из истории, из язычества, и поскольку разные народы обогащали историю своими сказаниями, знаниями, в Библии очень много переписано, взято у этих народов. Это как исторический источник. Так вот, по плодам их и узнайте их. А я скажу по-другому. По-пославшему узнайте его и его плоды в том числе. Итак, во Вселенной есть очень много силовых полей, эгрегоры, древние боги, причем боги разных народностей, этносов. Они древние боги, у них одно силовое поле. Тиволическое древо, искусственно созданные эгрегоры современной религии. Воронка зла, это царство зла, Яхве. Смотрите, мировые правители, каждый из них отправлен определенной силой. Да, еще есть темная сила, темный хаос. Темная не значит злой, это значит тайные знания, это люди с таким чутьем, что они просто угадывают шаги своего врага и оппонента на тысячи шагов вперед. Их ведет эта сила и помогает. Теперь смотрите, правители мира, известные люди, знаменитые люди, писатели, поэты, музыканты, философы, ведьмы, кто угодно, каждый из них отправлен определенной силой. Если это ведьма, это не означает обязательно, что этот человек от языческих богов получает силу. Он может получить и от современных религий эгрегоров. Но, есть одно но, каждый из них, пришедший сюда, должен соблюдать все правила того эгрегора, который его оберегает и охраняет. Если он перестанет соблюдать эти правила, этот эгрегор перестанет его защищать. Мы знаем очень много удачливых злодеев на земле, которые закончили свою жизнь очень плохо. Почему? Потому что они перестали соблюдать, то есть они выполняли функцию, ради чего пришли, но в какой-то момент перестали эту функцию выполнять. Вы думаете, коммунисты для чего 1 мая назначили День труда и парады. Для чего был Красный террор устроен? Потому что первые коммунисты, которые пришли, ну вот для примера вам объясню, чтобы вы поняли, к чему я говорю. Они пришли от воронки зла, то есть от царствия зла. Они несли зло, разрушение, расстрелы, убийства, огромное количество боли. Они отдали царству зла, который питается болью, страданиями людей, огромное количество энергии и страдания. Поэтому долгое время держались, и никто ничего не мог делать, невзирая на Красный террор, на репрессии, они хорошо держались. 1 мая это день темных сил, да, но не темных, не совсем темных, правильнее будет злых сил, это темных в народе говорят, потому что народ не совсем различает темные силы и злые силы. дань злым силам, ведь люди выходят, парад, это обогащение энергии, та же самая звезда, те же самые символы, мы потом как-нибудь поговорим об этой символике, это долго говорить, нужно именно об этом, на эту тематику. Это все было направлено на то, чтобы обогащать злые силы. Злые силы питаются страданиями. Чем больше страданий они приносили, тем крепче они сидели. Как только они немножко сменили политику, пришла оттепель и так далее, они перестали выполнять функцию той силы, которая их отправила. Я не говорю, что это плохо, что люди стали лучше жить, и что меньше стало террора, и уничтожение населения людей. Нет, но они перестали приносить им те жертвы, которые злая сила требовала, они же пришли от них. И что сделала та самая воронка зла, которая отправила эту партию этих людей? Она просто их убрала через некоторое время, и пришли другие. Смотрите, один правитель приносит славу и силу, можно сказать, что он пришел либо от дьяволического древа, потому что дьяволическое древо это то древо, откуда приходят творческие, сильные люди, философы, мыслители, и знаете, как говорят дьявольский ум, такой ум, что просто перешагнуть невозможно, жена, извиняюсь, и гениальные люди. Либо это темный хаос, и там тоже приходят, и оттуда приходят люди, у которых необычные знания, чутье, глубокие знания, более чем у других. Может ли человек быть представителем нескольких эгрегоров на земле? Может. Он приходит от того эгрегора, который не враждебен к другим эгрегорам, и тогда он может быть представителем и древних богов, и темного хаоса, и дьяволического древа. Это эгрегоры, которые взаимодополняют друг друга. То есть они не противоречат. Единственный эгрегор, который противоречит всем другим, это воронка зла, это та самая темная воронка во Вселенной. Теперь каждый человек в этом мире рожден и приходит от того эгрегора, который его отправил на эту землю. И этот человек выполняет ту функцию, которую эта сила, этот эгрегор возлагает на него. Божественный эгрегор возлагает на человека функцию возрождения древности. Это могут быть археологи, историки, очень такие сильные философы, люди, которые написали целые трактаты, люди, которые нашли очень много тайного, открыли миру. Это могут быть сильные медиумы, это могут быть очень сильные колдуны, ведьмы и так далее. Девалическое древо отправляет сюда, как правило, сильных правителей, военачальников и покровительствует, дает им силу, знания. Вы не смотрите на то, что они там в церковь ходят, для народа они будут ходить, это так официально принято, что они должны быть христиане, они будут себя показывать христианами. Официально принято в этой стране ислам, они будут показывать себя мусульманами. Для них религии это всего лишь знаете, как Генрих Наваррский сказал, Париж стоит мессы, когда ему предложили от протестантства вернуться к католичеству с помощью, ну то есть путем мессы проведения, он сказал, Париж стоит мессы, то есть условие было получить корону Франции, но только вернуться в католичество, и он вернулся, ему было все равно. Вот такие, такого рода люди, то есть они могут показать что угодно, мне некоторые говорят, Екатерина Великая была верующей человек, она не следовала ни одному пункту христианства, но была, ну показная вера нужна была для того, чтобы завоевать сердца народа православного, церкви, но в то же самое время мы в ее действиях видим совершенно не христианку, я бы сказала, сильную, мстительную язычницу, которая была очень беспощадно к претендентам на трон, да, вот, так что это мы опустим в сторону, отложим, потому что это вообще не имеет никакого значения, что они говорят и показывают, значение имеет их дела, которые показывают, от кого они пришли, когда некоторым говорят, сын дьявола, это вот, он от сатаны и от дьявола, друзья мои, от сатаны и от дьявола самые талантливые, самые сильные правители, самые сильные люди, самые гениальные изобретатели и так далее, поэтому вы когда-то говорите с этими словами, поосторожнее, пожалуйста, вы хотите показать свое отвращение, говорить о том, что это зло несущее, скажите, от Яхвы это будет самую точку, от дьявола приходят талантливые люди, дьявол не сила зла, я уже об этом говорила, это всего лишь одна из сил вселенной, имея ввиду дьяволическое древо, которое дает людям талант, силы и помогает с помощью этого таланта получить богатство, имя, вечность и так далее, так вот, человек приходит для того, чтобы выполнить миссию той силы, которая послала его сюда, он забывает, подсознание остается, то, что ему сказали, инструктировали перед тем, как отправить на землю, он это все дословно не помнит, но подсознательно он идет по той дороге, по которой его отправили, понимаете, и он приходит в этот мир выполнять эти функции, и эта сила его ведет и дает все, что он хочет, оберегает, помогает, не важно, что он делает, добро или зло, не важно, от кого он пришел, если он выполняет свою миссию, если он играет по правилам той силы, которая его отправила на землю, эта сила будет его оберегать, не даст в обиду, совершенно не важно, правильно он живет, неправильно, в обиду не даст, поможет ему всю его жизнь, поднимет его, даст ему богатство, защиту, помощь, и он умрет своей смертью спокойно и вернется в то силовое поле, откуда он пришел, выполнив свою функцию, вот как происходит, почему так происходит, потому что души там, так же, как и здесь, вот мы здесь, смотрите, одно и то же там и здесь, просто здесь на уровне физическом, на уровне человека, да, людей, партии разные, у нас у каждого свои предпочтения, каждый симпатизирует тому человеку, в ком видит свои же черты и характера, свои же, да, мысли и так далее, то есть мы защищаем, симпатизируем, нам нравится тот человек, в котором мы видим себя, свои черты, всегда так, это означает, что мы здесь разбиваемся на какие-то партии, общества, национальные интересы и так далее, точно так же в потустороннем мире душа выбирает вот по себе, по своему уровню развития, силы, знания, вот какой он есть, тот эгрегор он выбирает, и он с того эгрегора приходит в этот мир, заключая уже там договор, и он не должен этот договор нарушать, если он изначально пришел творить добро, быть созидательным, он это и будет делать, да, воспитание очень важно, и все прочее важно, но, друзья мои, если он пришел для того, чтобы быть злым человеком, чтобы распространять зло, очень много маньяков, убийц, и нелюдей, знаете ли, очень образованные, высокоморальные, учителя были, преподаватели были, и так далее, но это не мешало им творить то, ради чего они пришли, они пришли от черной воронки, и они уйдут в эту черную воронку, их душа уйдет в мир зла, и время от времени эти души, падшие души, называем, они приходят в этот мир с определенной миссией, то рождаются здесь, то приходят как души, там, пугать, наводить страхи, кошмары, и так далее, и так далее, забирать энергии, если вот, например, войны происходят, и прочих таких падших душ, потом вокруг очень много, у людей слабость, люди болеют, у них кошмары, это не только из-за войны, это еще потому, что очень много, мы открываем эту воронку зла, усиливаем их своими страданиями, они приходят, их много вокруг, так вот, вот по плодам, по делам каждого человека, вы можете судить, из какого эгрегора он пришел, что от него ожидать, и можете понять себя в том числе, что от себя ожидать, какие же силы вас отправили в этот мир, что они от вас ждут, понимаете, как, есть люди, которые пришли для того, чтобы быть чисельщиками, то есть пришли для того, чтобы очищать умы, для того, чтобы очищать мир от всякой грязи, по-разному происходит, если они отклоняются от курса и делают другое, ну вот поддаются влиянию общества и все прочее, они пропали, потому что их отправили с этой миссии, они эту миссию должны выполнять, как понять, что ты делаешь правильно, совесть, совесть, голос богов в человеке, если ты что-то хочешь сделать, у тебя внутри неспокойно, никогда не иди на сделку сделку с совестью, никогда не заглушай этот голос, думая о том, что, ну да ладно, пронесет, нет, тебе говорят четко ясно, не для этого ты пришел, этого не делай, нарушишь правила, накажем, и обязательно наказывать, ну вот предположим, что можно делать, вот две подруги решили пойти на свадьбу, подруга одна узнала, в каком платье она пойдет, и решила вот сделать такую вот, подшутить над ней, поиздеваться где-то может быть, может не со зла, может у нее характер такой задорный, решила такое же платье надеть, вот надела, стоит перед зеркалом, кружится и думает, ну как, как-то не очень, какое-то свинство я делаю, да ладно, ничего страшного, поприкалываться можно, она тоже сколько с ее сделала, ну и чихать на нее тоже мне там расприживается, пронесет, и пошла, и тут же там сломала каблук, подвернула ноги, то есть ногу, извиняюсь, нога опухла, на свадьбу не поехала, в общем, стало плохо, наказали, если твоя совесть тебе говорит, не делай, слушай этот голос, тебе говорят, ты не для зла пришла, тебя отправила, например, темная сила хаоса, или тебя отправила дьяволическое древо, ты талантливый художник, ты должна своим умом показать, а не вот такими дурацкими шутками, или тебя отправила древо богов, не делай такое, накажем, а ты идешь вопреки, то есть своей совести, внутреннему голосу, и творишь это, ты обязательно будешь наказан, а если ты снимешь это платье, оденешь другое, и пойдешь, и вдруг она скажет после свадьбы, ты знаешь, я вот так хотела сегодня, вот случайно увидела, брошь эту старину от бабушки, я хотела тебе сегодня подарить, вот просто, чтобы у тебя хорошее было настроение, вы удивитесь, как так, как будто она знала, что ты поступила по совести, что ты не сделала подлость, нет, она ничего не знала, это тебе силы поощряют и говорят, через твою подругу, молодец, видишь, ты поступила как человек, получай подарок как человек, ты проходишь мимо раненой собаки, твоя совесть говорит, нехорошо я поступаю, надо было бы вернуться, забрать эту собаку в больницу, потом добрые руки отдать, а другой голос может сказать, да проходи мимо, это природа, разберется сама, мы не всех спасем в конце концов, я же не могу сейчас свои дела бросить из-за одной собаки, и пошла, и вдруг ты очень сильно заболела, ездишь по врачам, у тебя жуткие боли, и ты вспоминаешь эту собаку раненую, которая лежала там и смотрела на тебя жалобными глазами, и ты понимаешь, что ты переносишь ту самую боль, которую эта собака переносила, может она умерла уже там, тебя наказали, потому что ты не послушала свою совесть, ты пришла не от черной воронки, если бы ты пришла от черной воронки или воронки зла, ты бы ничего не почувствовала, ты бы сказал, да ну его, иду по своим делам, и ты не была бы наказана, потому что ты пришла ради зла, но ты уйдешь туда и попадешь опять в эту воронку, и каждому, напоследок скажу, дают шанс исправиться, и даже тем, кто пришел от воронки зла, если человек, пришедший от воронки зла, преодолеет внутри себя это зло, сможет себя взять в руки, исправить себя, вот эти страсти злобные внутри себя потушить и сделать добро, заставить себя быть добрым человеком, можно это сделать, то после смерти он вернется совершенно в другой эгрегор, и его поколения уже будут совершенно иные, им будет покровительствовать совсем другой эгрегор, не сила зла, вот это единственный эгрегор, посланники которых могут исправить ситуацию и вернуться в другой эгрегор, уже более высокую планку взяв, потому что это зависит от них, это некий экзамен на человечность, но редко кто с этим справляется, очень редко кто, к сожалению, поэтому, друзья мои, по плодам их и узнайте, какой эгрегор этого человека отправил сюда и что будет после его смерти, куда он уйдет обратно, всем удачи! субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,